Витаю, дорогие друзья! Сегодня приготовлю смачные, запашные, мягенькие и горненькие булочки. Поделюсь с вами простым, но очень вдалым рецептом теста, на котором вы сможете приготовить любую выпечку. Перед вами все эти продукты, которые понадобятся. Замешивать тесто буду на молоке и кефире. Беру их в равных количествах по 100 мл. Здесь 2 яйца, желток отделила для смазки и затянула пищевой пленкой, чтобы он не засыхал. Сахар вместе с ванильным. Сливочное масло, слегка разогрела в микроволновке. Соль, дрожжи и мука. По рецепту ее надо взять 550-600 граммов. Здесь у меня 550 и 50 отдельно. Буду добавлять по надобности, чтобы не забить тесто. В миску для замеса выливаю теплое молоко, кефир комнатной температуры. Добавляю чайную ложку сахара из общего количества и дрожжи. Все это хорошо перемешиваю до полного растворения сахара. Добавляю 200 граммов муки, тоже из общего количества. И получается вот такая вот густая опара. Замешиваю до однородности, распределяю под унышком, накрываю пленкой и оставляю при комнатной температуре где-то на полчаса. Пусть опара подходит, а я приготовлю с дубу. В миску выливаю одно яйцо и один белок. Высыпаю сахар вместе с ванильным. Соль. Не забывайте, что все продукты для дрожжевого теста должны быть комнатной температуры. Сюда же размягченное сливочное масло. И все это хорошо перемешиваю. Все, стопа готова, отставляю в сторону. И жду пока подойдет опара. Прошло полчаса, опара хорошо подошла. Выливаю сюда стопу. Хорошо перемешиваю. Высыпаю муку. И начинаю замешивать тесто. Никогда не добавляйте сразу всю ту муку, которая указана в рецепте. Если вы замешиваете тесто первый раз, подсыпайте ее порциями. И смотрите на его консистенцию. Оно должно получиться мягким. Тогда и выпечка будет тоже мягкая, пышная и воздушная. Но вот уже ложка плохо справляется. Буду замешивать рукой. Видно, что тесто неоднородное. Местами мягкое. Даже мокрое блестит от влаги. А местами плотное. Поэтому не спешите сейчас добавлять муку. Вымешивайте до однородности. И смотрите на само тесто. Нужна вам мука еще или нет. Обливаю его столовой ложкой растительного масла. И продолжаю вымешивать. Вот такое получается мягкое тесто. Оно еще неоднородное. Буду вымешивать на столе. Но муку, скорее всего, добавлять уже не буду. Разве что только слегка буду подпылять коврик. Совсем чуть-чуть подпыляю. И вымешиваю до однородности. Ну и помесите его, как обычное дрожжевое, около 10 минут. Вымешивайте так, как вам удобно. Как легче на ваши руки. В конце замеса можно отбить. Я это часто показываю в своих видео. Если вы подписаны на мой канал, то вы уже подружились с дрожжевым тестом. И знаете, как его лучше вымесить. Не сильно ударяю о стол. Тоже отбивайте со всех сторон. И вы почувствуете руками, как быстро меняется тесто. Посмотрите, какое тесто. Гладкое, совсем не липкое. Остается таким же мягким. Округляю его. Миску с массовым маслом. И тесто тоже. Накрываю его пленкой. И оставляю при комнатной температуре для подъема. Где-то на 40 минут. Потом сделаю ему обминку. За 40 минут вот так вот хорошо подошло тесто. Коврик слегка смазываю маслом. И делаю ему обминку. Смотрите, как оно пузырится. Под руками пищит. Если у вас в квартире прохладно, ставьте его в какое-нибудь теплое место. Или дайте больше времени для подъема. Снова округляю его. Возвращаю в миску. Накрываю. И оставляю для подъема где-то на полчаса. Снова прошло 40 минут. Посмотрите, тесто поднялось еще лучше. Вот такое вот оно пышное. Слегка смазываю коврик маслом. И уже не обминая тесто, подкатываю в шкутик. И делю на 8 кусочков. Теперь все эти кусочки округляю. Сразу выдавливаю из них воздух. Прижимаю к столу. И подкатываю. Под руками они прокручиваются и округляются. Не подкатывайте долго, не уплотняйте сильно, иначе сверху тесто порвется. Вот такие вот они получаются гладкие. Смазываю совсем чуть-чуть растительным маслом. Накрываю пленкой и оставляю минут на 10. Время прошло. Раскрываю тесто и оставляю на пару минут. Пусть сверху немного подсохнет, чтобы не так прилипало к скалке. Раскатывать буду на муке. Слегка подпыляю коврик. Тесто сверху тоже. Раздавливаю пальцами. И раскатываю в разных направлениях, чтобы лепешка получилась более круглая. Это предварительная раскатка. Раскатываю сразу всем, так как все не лягут на один листик. Дам им минуту полежать и раскатаю повторно. За это время расслабится клейковина. Они легче раскатаются до нужного размера, до нужного диаметра. И не будут стягиваться. Убираю лишнюю муку. Не надо ее много насыпать. Только так, чтобы не прилипало тесто. Можно сразу раздавить рукой. Видно, что тесто все в пузырях. И начинаю повторно раскатывать с тех, которые раскатала первыми. Лепешка получается тоненькая. Где-то около 2 миллиметров. И диаметром 20-22 сантиметра. Немного смазываю растительным маслом, чтобы булочка лучше расслаивалась. И нарезаю на полосочки под углом 45 градусов. Не дорезая до краев. Плотненько закручиваю. Сразу по всей длине. А потом вот так вот с одной стороны. И выравниваю. Снова закручиваю с этой стороны. И выравниваю весь рулетик. Вот такой вот получается батончик. Складываю его бубликом. И закрепляю краешки. Хорошо защипываю, чтобы они не раскрывались. Вот такая вот получается булочка. Булочки делаются очень быстро. Главное, предварительно раскатайте каждый шарик. А на повторную раскатку требуются уже, ну просто считанные секунды. И видите, сверху я его уже не подпыляю мукой. Оно и так не прилипает. А лишнюю муку насыпать не надо. Приподнимаю, чтобы оно не так прилипло к коврику. Будет легче скручиваться. Снова немного смазываю маслом. Можно еще посыпать сахаром. Но тогда пропекать надо будет минутки на две дольше. Так вот эти вот полосочки нарезаю шириной где-то около 1 см. Плотненько закручиваю. Сразу по всей длине. А потом вот так вот с одной стороны. Посмотрите, какой красивый получается рулетик. Придаю форму бублика. И скрепляю. Вот такой он получается слоеный. Сразу же переношу на листик. Вот так вот я их разложила на расстояние, чтобы им было куда подходить. Накрываю пленкой и оставляю на 15-20 минут. Тут уже надо смотреть по тесту. Время зависит от того, насколько тепло у вас на кухне. Смазываю их разведенным желтком. Добавила к нему 2 чайные ложки воды. И хорошо перемешала. Аккуратно смазываю, чтобы не осадить тесто. И вот теперь, когда уже все булочки смазаны, я включила духовку на разогрев. Температура 180 градусов. Нагревается она быстро, за 10 минут. А за это время хорошо подсыхает смазка. И булочки получаются более яркие и блестящие. Булочки испеклись. Выпекались они 20 минут при температуре 180 градусов. Средний уровень духовки подогрев вверх-вниз без конвекции. Очень красивые, пышные, румяные. Дам им немного остыть. И покажу, какие они внутри. Еще присутствует корочка. Запекаются эти завитушки. Но после полного остывания она будет такая же мягкая, как и сама булочка. Булочки остыли до теплого. Давайте посмотрим, какие они внутри. Тесто очень мягкое, мелкопористое. Благодаря тому, что булочка закручивалась, очень волокнистая, разрывается на волокна. Булочки вкусные, ароматные. У них хорошо чувствуется сладость, хотя и не очень сдобные. Но из-за этого получаются более легкие, пышные и воздушные. Такое тесто хорошо подходит как для булочек, так и для выпечки с начинкой. Пирожков, пирогов, рулетов. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такой вкусной домашней выпечкой. И приятного вам чаепития! Если вам понравятся мои рецепты, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. Жиро дякую за понравивки. И желаю вам всего наилучшего!